здравствуйте и не пугайтесь ваши мониторы и телевизору исправны просто вы смотрите большое интервью в котором не будет буквально ничего лишнего даже цвета только герой только человек который интересен нам и надеюсь будет интересен вам сегодня это марина щеняева всегда мода это отражение того что происходит в социуме и глядя на последние коллекции я прямо это очень хорошо прослеживаю вижу если раньше ты два месяца три месяца поносил какую-то кофточку то через ну где-то уже восемь месяцев ее был не камильфо надевать то сейчас я смотрю что с прошлого например года остались какие-то фасоны которые мы сейчас носим достаточно где-то 7 10 комплектов чтобы ты могла чувствовать себя всегда уверенно гармонично в любой социальной роли своей женщины у нас ленивы они просто стали до забивать на себя и наделась что под руку попалась и пошел по своим делам модельеров на самом деле у нас много в оренбурге потому что у нас углу выпускает конструкторов одежды у них там дипломная работа как раз таки создать свою маленькую но коллекцию поэтому наш город он вообще такой интересный полон таких вот креативных творческих людей самое главное просто о них узнавать как получилось что оренбургскую девочку простите стилисту самоучку москва приняла и сказал ей ой ты нам прям очень надь оставайся с нами я сама до сих пор не понимаю как так произошло скорее всего это моя уникальная способность постоянно идти в свои страхи я очень люблю женщин в принципе я хочу их видеть красивыми гармоничными они так чтобы вот как у всех добрый вечер марина спасибо большое что пришли в нашу студию мы очень рады вас видеть давайте с благодарю за приглашение мне очень приятно первый вопрос наверное задам ну вот такой который последнее время обсуждается везде и в интернете и в соцсетях и в общем только ленивые наверное модный блогер на эту тему не по философствовал вот сейчас в связи со всем что вокруг нас так скажем происходит вообще насколько можно говорить о моде ведь часто можно услышать позицию что мода это такая ну как игрушка для с этого времени то есть когда у человека все хорошо тогда вот он уже начинает там думать про моду идти в сторону моды финансировать моду есть сейчас мода или прощаемся с ним я бы сказала 50 на 50 потому что действительно я наблюдаю такие тенденции что все потихонечку уходят в вопросы связанные с внутренним миром то есть больше психология стала в моде вообще в модной вот в этой сфере все хотят сначала узнать кто они какие у них ценности какое у них предназначение а только потом уже упаковать свой внешний вид исходя вот из этих данных о психологии как раз вы говорили что по образованию по первому да вы вообще психолог и с модой связаны не были вот если отмотать время назад вот прям совсем-совсем вы вообще были модной девушкой когда были психологом либо ну как все да я была как все но у меня конечно всегда была тяга вот нарядиться куда-нибудь выйти показать себя я обожаю фотографироваться снимать видео просто мне не было на тот момент финансовых возможностей и я старалась сходить куда-нибудь секонд-хенд там что нибудь интересное найти или брала что-то у своих подруг как-то да старалась все это застилизовать красиво интересно но сейчас глядя на свои старые фото конечно мне так с улыбкой я смотрю на них но вот можно сказать была как все но немножко выделялась все равно все таки было что-то в какой момент произошел вот этот переворот в сторону моды ведь давайте будем честны и до в оренбурге проснуться утром почесать репу сказать знаете я тут наверное это модным блогером буду стилистом буду и одевать всех буду это ну вот наверное последнее что придет в голову человеку который намерен ну то есть как-то себя обеспечивает да вот как у вас это произошло я считаю это все благодаря моему мужу потому что когда я забеременела и у меня был ужасный токсикоз я еле еле ходила на работу и приходя домой вечером ему ныло и говорила что я больше не могу у меня нет сил и в принципе мне вот неинтересно каждый день в 7 утра вставать ехать и до пяти сидеть в офисе для меня как для творческой личности это были какие-то прям рамки как какая-то клетка и он мне тогда сказал хорошо увольняйся как бы можешь не работать это когда думаю а чем же я тогда буду заниматься просто мне не хочется сидеть дома и это тоже та же самая клетка для меня и я тогда подумала вот бы конечно быть стилистом и вот не поверите я тогда убиралась и включил телевизор и просто увидела рекламу впервые в оренбурге набирается курс какой-то по имиджу что-то такое я такая вот это знак но конечно у меня тогда не был финансов я не смогла на него попасть но я поняла что мне как будто бы вселенная ответила взаимностью и сказал да действительно и вот тебе пришла такая мысль иди и воплощай ее марин сколько лет вы потратили на то на на обучение на образование на поиск знаний да ведь ну профессия стилист это же тоже профессия то есть это не какое-то там творчество да сколько лет ушло вот на эту перековку себя начиная с 2011 года и по сей день я постоянно учусь и трансформирую свои знания во что-то новое уже создала свою собственную систему где объединила как раз таки психологию со стилистикой с модой я никогда не останавливаюсь не всегда все интересно и всегда я ищу что-то новое очень много достаточно длительный период вас в оренбурге знали именно как человека который очень понятно а работает по системе типажей системе типажа да хотя сейчас ее вроде бы считают достаточно спорной вот для вас а типажи это что то есть это какая-то и ну я не знаю простая подсказка для человека либо это сложная система как раз таки отделяющая человек обычного от так скажем стилиста как раз таки эта система направлена на то чтобы каждая женщина смогла не привлекая стилиста ходить по магазинам и видеть свои линии свои фасоны и свои цвета кто-то считает это рамками какими-то но это те кто и просто однапросто не разобрался до конца в ней наверное просто пробежался по верхушкам это не рамки а это именно подсказка что тебя будет украшать а что лучше обходить стороной предлагаю сыграть в такую маленькую и групп вот просто общими чертами чтобы наши зрители понимали как это работает вот глядя на меня буквально вот прям очень рамочно без деталей да чтобы человеку вот такого типа внешности вы посоветовали носить от чего избегать но в первую очередь мне очень нравится ваша прическа я хотел всегда об этом сказать вот прям предоставилась возможность вам она безумно идет потому что вы типаж гамин классик и это как раз таки такой подростковый тип внешности но при этом сбалансированный правильный идеальный можно сказать вот у вас черты лица как у голливудской киноактрисы и получается четкие линии лаконичность и короткая длина это прям вот ваша плюс мне нравится то что на джинсовки на вашей джинсовой куртке угловатые вот эти вот воротнички тоже под углы в вашей внешности они очень хорошо подходят но единственное чтобы я исправила чтобы у этой джинсовки был вточной рукавчик все таки не спущенный потому что он создает плавную линию а так как у вас плавности нет в лице да все такое угловатая четкая классическая и поэтому хочется четкий такой вот больше жестких линий получается да интересно типажей их же огромное количество в принципе да то есть это там не пять шесть штук получается большой 22 боже мой это это башки можно сломать это такая математика а когда вы начинали работать в оренбурге были ли заказы именно как стилисту что уважаемая марина возьми меня пожалуйста за руки за ноги оттащи меня переодень меня мне нужно вот да конечно да прям с первого же дня когда я начала говорить что есть лист и я могу переодевать и я разбираюсь в типах фигур вот в цветах которые вам подходят мне начали писать достаточно такие бизнесовые женщины которые видимо очень заинтересованы в том как они выглядят и я к ним ездила домой разбирала их гардероба составляла им комплекты потом мы ездили с ними на шопинг я все подбирала то есть да прям с первых же моментов я без клиентов никогда не сидела бывали ли такие моменты что вы приезжаете к клиентке видите гардероб видите что в этот гардероб были вложены очень большие деньги но по большому счету вот конкретно ей половину этого гардероба на нужно взять отдать выкинуть там передать бедным да то есть там сестре младшей да и человек бывал такой и очень часто потому что когда покупаешь без этих знаний то просто берешь то что тебе понравилось а потом это может либо висеть шкафу либо они не знали как это все скомпоновать и я просто всегда задавала им вопрос вы это носите они говорили ну честно нет потому что каждая все равно чувствует что ей подходит что ей по душе и как-то таких проблем что вот это надо выкинуть у меня не было ну истерик точно я не припомню а наоборот что я вот это не надену бывали такие проблемы или нет но я старалась прислушиваться всегда к задачам запросам клиента и как-то старалась подбирать какие-то другие варианты но похожие там допустим фасон мы оставляли тот же но брали другой цвет или добавляли какой-то другой аксессуар так как-то выпутывалась психологии она вот никуда не это самое нужно оказалось еще один наверное момент тоже вот слияние может быть наук последнее время тоже очень много можно прочитать услышать обсуждение споров что в общем современная мода эта история не про конкретный фасон да а про так скажем его социальный подтекст вот насколько сейчас мода именно на для для тех кто понимает базируется на идеях но я думаю да она всегда будет базироваться и базировалась на идеях потому что всегда мода это отражение того что происходит в социуме и глядя на последней коллекции я прямо это очень хорошо прослеживаю вижу например вот что с чем перекликает вижу в основном то что женщины стали переодеваться в более мускулинные какие-то фасоны образы и такая вот такой феминизм он прям процветает насколько часто бывает такая проблема что женщина пытается следить за модой но не пытается стыковать ее с собственным образом жизни с собственным характером да и вот в этом возникает некоторый конфликт часто такое бывает когда смотрят на каких-то особенно селебрити до каких-то известных личностей хочу да и чтобы со шлейфом и вся спина открыта носить я его буду на утренник в детский сад к дочке она да но и потом конечно как обычно это все висит шкафа и не носится и когда приходишь к таким женщинам на разбор гардероба то они горят я сама не знаю когда и зачем я его купила то есть такое полное непонимание просто вот что-то щелкнуло такая спонтанность и поэтому я всегда говорю лучше узнайте типаж лучше все продумайте заранее составьте прям список чтобы не было как в той же куда в каком-то супермаркете когда за продуктами ходишь зашел за хлебом а вышел целой тележкой чтобы такого не было и вещах про количество как раз просушила начали две наверное крайности это когда у человека полный гардероб вот не просто полный да а вот прям ломится прям ломится вот прям уже вешать некуда да сколько вещей комплектов может быть вещей образов может быть да было бы более правильно да нужно современные женщине чтобы быть органичный модный и вообще ну жить я считаю что достаточно где-то 7 10 комплектов чтобы ты могла чувствовать себя всегда уверенно гармонично в любой социальной роли своей да мы в основном ходим куда-то на работу мы гуляем с семьей где-то до в парках на шоппинге ходим редко да но бывает такое что мы выходим куда-то на вечер ну и вот и в принципе все столько много вещей как вот я вижу столько и не нужно просто не живут эти вещи получается они просто висят они просто висят да и мне кажется это все таки вот этот шопоголизм это связано с психологией да с какими-то травмами возможно комплексами чтобы заглушить эту боль вот очередной покупкой и я лично я с этим всегда борюсь я за то чтобы разобраться в начале с самим собой чтобы очистить свою голову от всяких разных тараканов и уже только потом идти с с чистым разумом подбирать себе вещи если можно вопрос личный сколько комплектов одежды у вас лично вот именно для жизни то есть не для так скажем ну не для работы там не для представления а вот комплектов с которыми вы живете вообще у меня все вещи как вы сказали для работы для представления себя они у меня плавно перетекают и в повседневные образы то есть я не могу себе позволить просто куда-то выйти ну в джинсах там в худи в кроссовках у меня даже таких вещей нет они конечно есть но прям для каких-то да да либо для вот перелетов когда мы сможем летаем конечно там чтобы ничто ничего не испачкалось я беру на спортивные какие-то моменты добавляя в образ но так если посчитать где-то комплектов 20 у меня всего из десяти двенадцати вещей то есть у меня на самом деле очень мало дома вещей вот я вспоминаю сейчас свой шкаф опять же да то есть не не отдельная гардеробная комната которая всем заменит просто это другие вещи которые несколько иначе выглядят да да у меня один шкаф в спальне моей и просто мне много аксессуаров у меня вся одежда базовая вся какая-то интересная вот по типу как сегодня нам не жакет но с помощью разных аксессуаров сережек туфель сумок вот аксессуаров у меня много и благодаря ним я каждый день могу выглядеть как-то по-разному произвожу разное впечатление то есть я за то чтобы вещей было мало но аксессуаров было много и тогда шкаф не будет переполнен и ты будешь чувствовать себя всегда вот интересно необычно как-то по-разному но в это время же гармонично себе обратно и история часто ли вы видите среди клиенток среди просто женщин на улицах джинсы футболка кеды все джинсы футболка кеды все всегда весь год круглый год до это тоже какая-то ну так скажем тенденция и о чем она то есть если шапоголизм эта попытка спрятаться купить себе радость да то вот эта история она прошла она про то что женщина нас ленивы они просто стали до забивать на себя и наделась что под руку попалась и пошел по своим делам мне кажется это больше история про то что жить как вот как как день сурка вот одно и то же и не задумываться о своих каких-то глобальных целях мечтах потому что когда человек себе ставят какие-то такие да зажигающие его вдохновляющие цели то он и продумывает досконально свой образ он задумывается вообще о своем личном бренде о том что нужно стараться выглядеть да как-то производить необходимое впечатление чтобы к этим целям быстрее дойти вот мне кажется с этим больше связано интересная тема тоже такая очень может быть хайповая да и очень спорная для кого вообще одеваются наши женщины кто для кого кто ну то есть все по-разному у всех разная мотивация кто-то для мужа чтобы он любил чтоб не изменял кто-то для мужчин вообще да кто-то именно для коллег каких-то да чтобы в карьере продвинуть себя ну а кто-то вообще вот да не задумывается просто чтобы было удобненько комфортно нигде ничего не пачкалась не мялась если говорить вот сейчас 2022 одежда она на самом деле для чего то есть понятно же что ну то есть у нее есть там некая функция кроме как прикрыться да и там соответствовать некоему там статусу да зачем она сейчас как вам кажется я вижу наблюдаю по крайней мере тенденции среди своего круга общения что женщины именно хотят своим образом своими аксессуарами да теми же сами цветами вот фактурами рассказать о том какие они есть внутри и мне эта тенденция очень нравится очень откликается да я думаю за этим будущее чтобы человек был именно вот в такой гармонии в сонастройке с самим собой и чтобы привлекать к себе именно тех людей которые с тобой на одной волне вот это вот очень важно еще одна тема которую сейчас было бы сложно не обсудить это тема денег это тема может быть как сейчас модно говорить тавтология жуткая но по факту так модно говорить про экологичность моды про вторую жизнь вещей про третью жизнь вещей про переработку про перепродажу про какие-то ну то есть про долгую жизнь коллекций модных насколько это так или это в общем такие как но отговорки в пользу бедных мне кажется нет это не отговорки а действительно очень многие даже дизайнеры позиционируют себя как вот люди которые работают со вторичным сырьем и мне это тоже очень откликается я как любитель винтажа особенно украшений я просто всеми руками ногами за потому что я за экологию тоже я прям когда смотрю какие-то новости с какими-то там до катастрофами когда землей что-то происходит мне прям ножом по сердцу и есть то такое видео фильм цена моды по моему вот если все посмотрят люди его то мне кажется эта тема она начнет еще больше набирать обороты и я прям очень бы хотела чтобы все человечество вышло к вот этому пониманию что вещей не должно быть много на самом деле они нужны они должны быть те которые именно тебя отражают действительно ли вот сейчас чем дальше особенно вот в этом году учитывая все события которые происходят в россии и в мире тоже моды замедлилась то есть если может быть еще не будучи стилистом и там ярой модницей да там еще там шесть семь восемь лет назад мы слышали там про пять коллекций за год шесть коллекций за год 10 коллекций за года действительно ли сейчас вещь может быть модный сегодня через год через два года может быть не не ультрамодные но в общем приличный да 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 я тоже заметил такую тенденцию что если раньше два месяца три месяца поносил какую-то кофточку то через ну где-то уже восемь месяцев и и был не камильфо надевать то сейчас я смотрю что с прошлого например года остались какие-то фасоны которые мы сейчас носим например те же кроп до жакеты которые такие укороченные те же перья пижамы они вот уже третий год подряд как радует нас поэтому дадите в общем не хотят да это классно а как же вот вот это вот менять менять меня не 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 устает ли женщина от одежды или история про я устала от одежды эта история про я не знаю чем себя занять вот да скорее нет я с вами полностью согласна потому что когда ты занят делом и своим любимым делом за что я всегда прям горю до всем говорю давайте девчонки слушайте себя занимайтесь тем чем вам нравится вот когда человек в себе как как говорится когда слышит себя свои истинное желание то у него отпадает вот этот потребность ходите постоянно что-то себе покупать покупать не поговорили еще про очень важную тему вот вы сейчас в москве вы сейчас открыли свой шоу-рум вы запустили свою линию одежды в москве на секундочку ваши статьи ваши экспертные мнения печатают лучшие журналы о моде о стиле космополитен и многие другие для наверное многих оренбургских девушек особенно молоденьких девушек вот этот пример это же такая ну история про золушку да как получилось что оренбургскую девочку простите стилиста-самоучку москва приняла и сказал ей ой ты нам прям очень надь оставайся с нами я сама до сих пор не понимаю как так произошло скорее всего это моя уникальная способность постоянно идти в свои страхи и постоянно о себе заявлять чего я не на часто не наблюдаю у многих да вот когда у меня спрошу марина скажи какой твой главный секрет успеха как так получилось я всегда говорю вот мне когда что-то страшно для меня это звоночек знак что мне именно туда вот вы мне даже написали давай я запишу с тобой интервью мне безумно страшно всегда выступать на камере снимать себя потом смотреть вот так вот я но я понимаю что без этого ничего не получится постоянно нужно выходить из зоны своего комфорта и это будет являться тем самым инструментом который тебя будет продвигать к твоим целям про собственную линию одежды это по-моему это вообще такой очень смелый и как сказать жесткий шаг до понимая что особенно учитывая что вы открыли ее не на волне отсутствие импорта когда импорт это было прям до до завала в городе где абсолютно казалось бы все ценовые ниши закрыты от самых бюджетных до максимального премиум как в какой момент вы решили открыть свою одежду линию и как вы для себя формулировали идею а моя-то одежда она для кого и она про что она чем отличается вот от всего вот этого на самом деле это был запрос наших клиентов потому что мы с супругом объездили по моему 40 городов россии были за границей были в милане и в барселоне и конечно в казахстане в беларуси везде везде и даже до гонконга добрались вот и с русскоязычными да мы работали девушками и после того как я их типировала говорила им вот у тебя такой-то типаж тебе вот это нужно носить они начали писать я все поняла да это мне все хорошо конечно идет но где мне взять такие вещи потому что в основном все марки шьют на стандарты какие-то фигуры и мы тут с мужем смекнули что да действительно это хороший бизнес план это классно может получиться из этого проект делать одежду как раз таки по типажам то есть у нас есть вещи и для высоких дам кто метр восемьдесят и для малышек кто метр пятьдесят и для женщин с большой грудью и наоборот у кого маленькая грудь у кого большая попу кого маленькая и то есть мы закрыли все типы фигур все вот до типажи внешности и вот это вот как раз таки наша самая основная концепция и мы шьем на данный момент ну для всех желающих то есть у нас нет какой-то определенной такой целевой аудитории для тех кто хочет нравиться себе в зеркале то есть фактически если мода шла шла веками и дошла до такой как унитарности до моделей которые вот как мешок в хорошем понимании этого слова до которые скроены так что ну примерно сядут на всех и вы ее развернули чуть-чуть назад и начали делать не для всех а вот для вот такой вот такой вот это да слушайте интересный такой шаг вперед шагом назад получается потому что я очень люблю женщин в принципе я хочу их видеть красивыми гармоничными не так чтобы вот как у всех шоурум это же еще один шаг то есть шить понятно одна история когда ты четко понимаешь что я шью под вот некое количество собственных клиентов открывает шоуруму в москве наверное я даже боюсь себе примерно представить эту калькуляцию если честно не было страха что прогорим что дорого что много вложений много затрат конечно конечно было страшно мне всегда все страшно но я всегда иду эти страхи потому что у меня по жизни вот такое правило шагнуть а уже потом разбираться а не сидеть долго думать размусоливать что-то там просчитывать потому что когда ты уже делаешь этот шаг у тебя уже до назад дороги нет и тебе хочешь не хочешь но приходится как-то вот что-то придумывать и мозг лучше работает просто и все наверное чтобы у нас не не ну не вышло такой ошибки выжившего да и было ли хоть раз что у вас что-то не получилось чтобы попробовали поняли что я ошиблась и начали перепробовать уже в какую-то другую сторону ну вот на данный момент мы сейчас будем переделывать полностью визуал да мы будем менять немножко концепцию подачи нашего бренда и ну можно сказать это конечно как ошибка но с другой стороны это прекрасный опыт как делать не стоило и мы сейчас пришли к самому верному решению мы собрали профессиональную команду кстати из города челябинск да для меня было тоже неожиданно и вот это к тому что всегда все рвутся из маленьких городов в столицу и думаю что им там медом до намазаны там будет какая-то движуха хотя это движуху можно создавать и у себя и сейчас мы будем работать с этими ребятами и мне так понравилось что они нам предложили что они там уже придумали прям не терпится про движуху в собственном городе в этот раз вы приехали в оренбург чтобы сделать ну пусть не неделю моды да но день моды в оренбурге и вообще как появилась эта идея особенно наверное удивило желание устроить показ оренбургских модельеров как будто бы их здесь вот прям тьма тьмущие как вы решили это сделать иску сколько же у нас все-таки тех самых модельеров которые могут выйти и показать то что они делают идея мне пришла совершенно спонтанно мы всегда мы общались моей знакомой любовью гринь и она мне стала рассказывать как она сходила недавно на какую-то тоже вечеринку где выступали разные таланты кто-то пел кто-то танцевал это к слушай а ведь можно сделать такой же день но связанный с модой с фэшн индустрии какой-то и она говорит что для этого нужно а я уже делала его в 2013 году ну конечно на более таких маленьких масштабах и я и рассказала весь план я говорю нужно то 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 поможешь мне она говорит да конечно ему и прямо на следующий же день поехали встретиться с организатором девушка и уже в тот же день позвонили в ресторан в котором будем все это проводить и нам все там согласовали то есть вот так вот так закрутилась завертелась и модельеров на самом деле у нас много в оренбурге потому что у нас с огу выпускает конструкторов одежды у них там дипломная работа как раз таки создать свою маленькую но коллекцию поэтому наш город он вообще такой интересный полон таких вот креативных творческих людей самое главное просто о них узнавать и важно заявлять о себе и постоянно общаться друг с другом коллаборироваться как-то вот что-то делать совместное и как раз таки наш фэшн-дэй он на это и направлен чтобы все кто туда пришел смог о себе заявить и чтобы все друг с другом перезнакомились как вам кажется вообще в маленьких городах объективно так говоря оренбург но не велик по машину не в масштабах россии не в масштабах мира свое какое-то модное течение может быть то есть вот а индустрия скорее так либо это все таки такая довольно вторичная третичная я думаю может все зависит от нас самих от людей кто этим занимается если сильно чем-то гореть каким-то своим делом какой-то идеи вообще возможно все что угодно спасибо огромное вам за то что вы пришли нашли время встретились ну и конечно за вот эти совершенно наверное может быть необычные истории которые мы сегодня услышали может быть кого-то из наших зрителей или зрительницы они вдохновят на свой совершенно другой но собственный проект благодарю большое за приглашение до скорых встреч